здравствуйте друзья здравствуйте мы тут с кузей все-таки выбрались к воде любите вы воду я очень люблю воду очень люблю травку и еще очень люблю солнышко видно же да но что еще не спряталась хоть и сейчас вечер так вот мы с кузей на природе но мы не любим ветер а он шумит вы наверное слышите как ветер шумит и еще я очень боюсь что мою камеру унесет что она куда-то упадет но я надеюсь не в воду потому что если камера упадет в воду то вы не увидите наши сегодняшние интересные истории правда кузя кузя говорит что камера не улетит до воды давайте будем верить нашему кузе хорошо договорились и мы сейчас конечно с кузей хотим поиграть мы всегда сначала играем но сначала здороваемся пусть ты поздоровался кузя говорит еще как поздоровался с мальчиками и с девочками и с бабушками и с дедушками и с тетеньками и дяденькими а еще он поздоровался сестричками и братишками вот такой сегодня кузя вежливый отлично тогда нужно обязательно поиграть хорошо как у деда ермала вся семейка небольшая только сам да сама только кун да кума только сыновья с усами только дочери с косами два-две внучки у печи уплетают калачи уплетают кузя кузя говорит что он бы и сам рад уплетать калачи но может быть тогда кузя сушки поезд давайте поиграем в сушки 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 пирожки блины ватрушки а еще знаете что вспомнила что раньше мы с вами смешно здоровались здравствуйте ладошки хлоп-хлоп-хлоп здравствуйте ножки топ-топ-топ здравствуйте щечки плюм-плюм-плюм толстенькие щечки здравствуйте губки чмок-чмок-чмок здравствуйте зубки цак-цак-цак здравствуй мой носик бип-бип-бип здравствуйте ребята привет 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 все наоборот да сначала поиграли в разные игры а потом только поздоровались но хорошо хорошо я не буду больше откладывать я вам наконец-то вам и кузе покажу книгу которую мы будем сегодня читать она называется давай поиграем и мне кажется что это самое лучшее название давай поиграем тут же не написано давай будем ложиться спать может быть вы не любите ложиться спать и это не книжка которая называется давай убираться ведь иногда убирать игрушки так не хочется правда или давай сидеть и ничего не делать но это вообще какая-то бы была самая скучная книга на свете но у нас книжка давай поиграем и в этой истории у нас будут два героя один герой медвежонок хороший правда мне кажется самый замечательный медвежонок а еще героем будет жучок и если вы думаете что мы с кузей вышли на охоту ловить жучков улетит моя камера или не улетит на ветру не улетает если вы думаете что мы вышли с кузей и тут у воды ловим жучков чтобы вам этих жучков показать нет нет тут даже если кто-то пробегает какой-нибудь жучок то я боюсь его брать в руки ну и потому что он меня укусит но и потому что вдруг я своими пальцами ему прижму лапочку ему будет потом неудобно ползать я стараюсь жучков руки не брать нет вот и поэтому я раздобыла жучка который мне очень очень нравится вы посмотрите какой роскошный жук просто волшебный сегодня нашей сказке будет именно такой жучок вы хотите слушать сказку как обычно я ее сначала расскажу а потом мы посмотрим картинки договорились а потом даже попробуем жучка нарисовать если у нас конечно получится нас как правило же получается правда кузя вози говорит конечно конечно жучок не может не получиться ну а не поспоришь с пози не поспоришь с кузей не поспоришь но я даже не буду пытаться споритью кузе я просто начну сначала рассказывать сказку потом потом Показывать картинки, потом рисовать, а спорить не буду. Я вообще не люблю спорить. Ну что, мы говорим волшебные слова, говорим, пока ветер нас не прогнал прочь. Говорим волшебные слова, и сказка начинается. Стоит в поле теремок, из трубы идет дымок, на дверях висит замок. Ты, замочек, отвори сказку, в гости позови. Как-то раз медвежонок решил отдохнуть. Да-да, медвежонок действительно решил отдохнуть, и поэтому он пошел искать себе хорошее местечко. Но услышал, как в воздухе кто-то жужжит. Медвежонок, медвежонок, куда же ты? Давай играть, медвежонок! А медвежонок сказал, нет, 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 я сейчас не хочу играть, я хочу отдыхать. И медвежонок развернулся и пошел. Но упрямый жучок, он жужжал и летел следом. Пс-с-с, ну пожалуйста, пожалуйста, медвежонок сказал, ну нет, нет, я не хочу. И опять развернулся. И тогда жучок отлетел в сторонку. Он посмотрел и понюхал разные цветочки, листочки, а потом даже досчитал до десяти. И медленно, медленно, ну чтобы дать время медвежонку отдохнуть. А потом все-таки подлетел обратно, обратно к медвежонку и сказал, ну что ты отдохнул? Ну давай уже, пожалуйста, поиграем. А медвежонок сказал, нет. Вот, и пошел побыстрее. И жучок следом полетел побыстрее. И тогда медвежонок побежал от жучка. И жучок тоже полетел совсем быстро и закричал, как хорошо, как хорошо, медвежонок, ты со мной играешь в догонялки, я тебя догоняю. И тогда медвежонок остановился. Он повернулся и сказал, нет, нет, я не играю с тобой в догонялки, понимаешь? Развернулся и пошел дальше. А потом у самого дерева он увидел зайчика. И медвежонок подумал, ну-ну-ну-ну-ну. Зимой заяц был белый. А теперь стал, ой, коричневый, прямо как это, дерево. А-а-а, это чтобы его не видно было. И знаешь, я тоже хочу быть как дерево, невидным. И медвежонок встал близко к дереву, ну, чтобы стать невидным. И тогда жучок подлетел и закричал, ой-ой-ой, ой-ой-ой, медвежонок, медвежонок, это ты, это ты в какую игру такую играешь? Я такой игры не знаю. Может быть, это... Нет, не знаю такой игры. Медвежонок сказал, нет, и не знает даже. Это не игра, я пойду дальше. И он пошел дальше и увидел, как черепаха прячет голову и ноги в свой дом. Я сейчас вам покажу, потому что у меня замечательная черепаха. Сначала она втянула ноги, и задние ноги тоже. А потом она втянула голову и стала похожей на камень. Она спряталась. И тогда медвежонок решил, мне тоже нужно спрятаться. Мне тоже нужно спрятаться. Мне тоже нужно спрятаться. И жучок закричал, прятки, медвежонок, ты играешь со мной в прятки? Это моя самая-самая любимая игра. Я тебя нашел, я тебя нашел. Тогда медвежонок сказал, да не играю я с тобой в прятки. Я вообще хочу отдохнуть. Я ищу место, где мне отдыхать. Отстань. И он пошел дальше и по дороге встретил, кто это? Ящерица. Да, 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 это ящерица. Он увидел ящерицу. А ящерица замерла на камне. Мы с Кузей не нашли камня. Ну, наверное, плохо искали. Она замерла на камне и не шевелилась. И тогда медвежонок понял, что ему нужно, как ящерица, замереть и не шевелиться. И даже почти не дышать. Медвежонок замер, не шевелился и почти не дышал. Но жучок был тут как тут. Медвежонок, медвежонок, я знаю эту игру. Это моя любимая игра. Она называется «Замри, отомри». Ты сейчас замер, да? Тогда я тебе скажу «Отомри, отомри, отомри, медвежонок. Давай дальше играй». И у медвежонка кончилось терпение. Он закричал «Отстань, отстань от меня, отстань! Я не хочу играть в догонялки, я не хочу играть в прятки, я не хочу играть в «Замри, отомри!» Я ни во что с тобой не хочу играть, понял меня? Отстань!» И тогда у маленького жучка поникли крылышки. И тогда маленький жучок отвернулся и грустно-грустно улетел прочь. А наш медвежонок, наш медвежонок все-таки нашел укромное местечко. Он лег и попытался заснуть. Сначала он попытался заснуть на спинке, но у него ничего не получилось. Потом он попытался заснуть на боку, и у него тоже ничего не получилось. Потом он попытался заснуть на животике, и опять у него не получилось. Тогда медвежонок стал ворочаться и думать «Ой, и зачем я обидел жучка?» Ведь он просто хотел со мной поиграть. А я просто хотела отдохнуть. Но у меня почему-то ничего не получается. Ой, ой, ой. Ладно, пойду-ка я поищу жучка. Да, извинюсь, что ли. Да, 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 я пойду и извинюсь. И медвежонок встал и пошел. Жучок! Жучок! Жучок, ты где? Ну, жучка не было нигде видно. Жучок, извини меня. Ну, где ты? Жучка не было нигде. И тогда медвежонок спросил. Я щрица. Ты не видела жучка? Нет. Он куда-то делся. Наверное, он обиделся. Ой. Жучок, жучок, ты где? Черепаха? Тук-тук-тук. Черепаха? Тук-тук-тук-тук. Выходи из своего домика. Поговори со мной. Оп. Ты не видела? Ты не видела жучка? Нет. Наверное, он обиделся. Куда-то пропал. Куда-то пропал. Ох, как ужасно. Жучок, жучок, где ты? Где ты? Зайка, ты не видел жучка? Я не знаю, где он. Ой. Просто беда. Жучок, жучок. И тут медвежонок все-таки увидел жучка. Жучок, куда же ты спрятался? Я понял. Ты со мной играл в прятки. Ты со мной в прятки играл. Но я тебя нашел. Я тебя нашел. Давай играть. Но жучок не шевелился. И тогда медвежонок сказал. Жучок, жучок, я понял. Ты просто играешь со мной в игру. Замри, отомри. И я тебя хочу сказать, отомри, 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 жучок, отомри. Моя очередь уже. Но жучок, жучок не шевелился. И тогда медвежонок сказал. Ну ладно, ну давай в догонялки. Давай, убегай. Я буду тебя догонять. Давай. Но жучок не шевелился. И тогда медвежонок взял бережно-бережно жучка на лапки и сказал ему. Милый, хороший мой жучок, не сердись на меня. Я наругался. Сказал тебе отстань. Но я на самом деле считаю, что ты мой самый хороший друг. Я не хочу, чтобы ты от меня отстал. Давай вместе играть. И жучок сказал. Давай. Но сначала я очень бы хотел отдохнуть. И медвежонок сказал. Хорошо, давай отдохнем. И он улегся. Улегся очень уютно. А жучок прилег у него на животики. И они вместе отдыхали. И знаете, между прочим, медвежонку так отдыхать с жучком на животике понравилось больше всего на свете. Оказывается, так бывает, что с друзьями даже отдохнуть вместе можно. И очень даже хорошо. Вот так. Правда, хорошо? Но мы с Кузей не пробовали отдыхать с жучками на животе. Наверное, это только у медвежат. Хорошо получается? Правда? Пусть пока медвежонок отдыхает с жучком на животе. У меня-то никаких жучков на животе вроде бы нет. Давайте с вами посмотрим, какие картинки в книжке. Ну, чтобы вы мне сказали, что лучше, мои игрушки или картинки, иллюстрации в книжке. Посмотрим. На обложке сразу видно и желтого медвежонка, и жучка видно. А еще видно, какой у них лес красивый. Правда? Какие у них растения. Ну, такие только в волшебных книжках. Правда, бывают? Потому что вроде бы вокруг меня другие растения. Да. Так. И я вижу жучка. И вижу медвежонка. И вижу, как жучок жужжит. Давай, поиграем. И мне кажется, что медвежонок от него вот так лапой отмахивается. Нет, говорит. Я хочу отдыхать. Ну, на самом деле же, все хотят отдыхать. А-а-а. Смотри, что получается. Первым медвежонок встретил хамелеона, а никакого не зайчика. Вы скажете, я невнимательно читала книгу, да? Я внимательно читала книгу. Ну, во-первых, у меня нет игрушечного хамелеона. А во-вторых, мне кажется, хамелеон это такой зверь, который в нашем лесу не живет. А зайчики и медведи, и жучки очень даже живут. И поэтому я придумала хамелеона, не хамелеона, а зайца взять. И тут написано, что хамелеон просто умеет маскироваться, да? Вы, наверное, знаете, да, из каких-то энциклопедий. Да, он умеет маскироваться так, что сливается кожей, да? С тем, что его окружает. Если темные камни, он становится темным. Если зеленые растения, то зеленым. Вот, ну, ведь зайчик тоже белый зимой, а серый летом. Почти как хамелеон. Или я не права? Ну, вы мне скажите, если я не права. Я перед... Ну, не то чтобы передумаю, но с удовольствием вам вас послушаю. Так вот. И медвежонок как хамелеон решил притвориться хамелеоном и слиться с деревом. Ну, вы думаете, у него получилось? Мне кажется. Может быть, немножко и получилось. Но жучок его, конечно же, заметил и сказал, что это за такая за игра? Мы что с тобой играем? В прятки? И медвежонок сказал, что он не хочет ни с кем играть в прятки. А, подождите. Сначала же они еще в догонялке успели, да? Когда медвежонок... А, простите меня, пожалуйста, я пропустила страницу. Ведь сначала медвежонок убегал. Убегал от жучка. А, и жучок решил, что они играют в догонялки. Потом жучок решил, что они играют в прятки. А, медвежонок, ты не играл. Между прочим. Потом они встретили черепаху. И когда черепаха спряталась в свой дом, ну, просто подобрала свои лапы, да, внутрь панциря, то медвежонок решил тоже кое-куда спрятаться. Там было, видимо, поваленное дерево. И он залез внутрь. Давайте я вам покажу, получилось у него или не получилось. Получилось или нет? Получилось или нет? Может быть, он же голову-то и спрятал, и передние лапы. А попа с задними лапами осталась снаружи. И, конечно, жучок его нашел. Играем, играем в прятки. Нет, сказал медвежонок, я с тобой не играю. Пошел дальше и встретил кого? Ящерицу. И а жучок что сказал? Медвежонок, ты придумал со мной играть в игру? Замри, отомри. Это он так замер, да? А медвежонок сказал, нет. Не буду я играть с тобой. Замри, отомри. Может быть, ящерицу до камня не видно? Меня-то, к сожалению, видно. И медвежонок наругался. Очень-очень наругался на жучка вот тут. И прогнал его прочь. И сам ушел. Он ушел, наверное, в свою берлогу. И долго-долго ворочался. Посмотрите, он пытался спать на спине. Он пытался спать на животе. Он пытался спать на боку. Как он только не пытался, накрывался. Или наоборот, ложился на свое одеялко. И все равно не мог заснуть. Он мучился, что плохих слов наговорил своему другу-жучку. А потом он выбежал и стал его искать. И везде спрашивал. А, черепаха, ящерица, хамелеон, вы не видели моего друга-жучка? А дальше вас ждет сюрприз, про который я вам не рассказывала. Потому что жучок прямо в озеро забрался. И там грустный сидел на листочке лилии. Вы знаете, у меня, конечно, есть озеро вот тут. И оно даже красивое. Но, во-первых, у меня лилии не растут. А, во-вторых, я побоялась туда лезть прямо в воду. И сажать жучка на листочек в воде. Я подумала, вдруг он уплывет. Вдруг он утонет. Ну, и я сама боюсь через ограду перелезать в воду. Вы бы залезли, да? Вы бы, наверное, залезли. А я нет. Ну, потому что, потому что, потому что я, тетенька, наверное, немножко боюсь. А вы, ребятам, отважны и не боитесь. Поэтому, когда вы будете играть в эту сказку, да, вы играйте прямо, если не боитесь, то с водой. Да? И залезайте, куда вам мама разрешает. Хорошо? Мне мама, наверное, разрешает. Да. Разрешает мне мама, но я не полезу. А потом, а потом они обсохли от воды и отдохнули. Сначала надо обсохнуть, сказал жучок, а то простудимся, так говорит моя мама. А еще я очень устал. Хорошо бы нам, нам немножко сначала вздремнуть. И они вздремнули. Вот так. Мне прям видно, кажется, что медвежонок похрапывает, и его пузико поднимается и опускается. Правда? Ну, в книжке этого не видно, но мне кажется, это так. Это хорошая такая симпатичная книжка. Давай поиграем. Мне Кузя так часто говорит, давай поиграем, давай поиграем. Кузя прямо как жучок. Кузь, ты жучок? Нет, говорит, не жучок. Конечно, конечно, мы так шутим. Вы уже, наверное, привыкли. И я вам сейчас рекомендую взять в руки листок. И я рекомендую вам взять, ну, я возьму фломастер. Хорошо? Мне просто так удобнее было взять пенал с фломастерами. И я возьму просто черный фломастер, потому что я хорошо отношусь к черному цвету. Вот, его видно на белой бумаге, вот как. А вы берите тот цвет, который вам нравится, потому что жучки могут быть разных цветов. Да, например, жучки, солдатики красные, божьи коровки красные. О, какой у меня фломастер. Нет, таким мне не очень удобно рисовать. Сейчас, друзья мои, вы тоже выбирайте самый удобный. Мне такой нравится, но он очень тонко пишет. О, вот, 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 это мой любимчик. У вас есть любимчики среди фломастер? Будем рисовать жучка? Да, это он. Будем рисовать жучка, будем рисовать жучка. Как? 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 А вот так. Усы, лапы, голова, туловище. Ничего особенного. Пробуем? Пробуем. Жучки могут быть разные. И на твоем листочке их может быть сразу много. А может один быть, как вам захочется. Но я сначала у него нарисую тело. Полосочку. И голову. О. И усы. Ага. И лапы. Слушайте, мне кажется, я абсолютный мастер по рисованию жуков. Немножко похоже? Мне кажется, жуков рисовать одно удовольствие. А божья коровка это жучак? Почему бы и нет? Ой. Но божью коровку вообще рисовать это какое-то счастье. Правда же? Правда же, божью коровку рисовать счастье? Да? Да? Кривая вы скажете? Да, кривая? Но я вам могу объяснить. Потому что у вас вот так стоит стол. На столе вот так лежит листок. И вы вот так рисуете. А я-то вот как рисую. И мне не очень хорошо видно. Поэтому у меня бывает криво. Но я не расстраиваюсь. Еще жука нарисуем? Пусть будет много жуков. О! Вам видно? У меня настоящий жучок ползет. Вот так. Начнешь на природе рисовать жуков? А тут и настоящие подползают. Ну хорошо. А я хотела длинненького такого нарисовать. Вот такого. Это уж прям таракан какой-то. Медведя сами нарисуете. Мне кажется, медведям мы из таких кружочков много-много раз рисовали. Они бывают маленькие жучки. Совсем такие черневенькие жучки. Ой, какие вам только нравятся. Море жуков. Пусть у вас появится целое море жуков. Угу. Почему бы и нет? Кусь, тебе какой нравится? Кути говорит, ой, я вообще люблю жуков. Мне все нравятся. И мне тоже нравятся все. Да. И знаете что? Если вам нравятся мои жуки, у меня их много, и все разные. И муха даже есть, и комар, и паук, и муравей. И даже стрекоза, и бабочка. И я их специально завела, чтобы показывать историю про муху-цокотуху. Потому что самовар у меня уже есть. Вот. Поэтому жду вас в библиотеке. На сказках. Ладно? И прощаюсь с вами. Спасибо, что были со мной. Спасибо, мои хорошие. До свидания. До свидания. Рисуйте жуков, читайте книжки, слушайте разные истории. И много-много гуляйте, пока еще не холодно. До новых встреч, друзья. До свидания.